Несмотря на то, что за нашими спинами обшарпанная дверь, но само здание, которое здесь находится, построено в стиле модерн, в стиле прям Парижа, ощущается как столица Франции. Чем еще интересен этот дом? Таких домов в Гомеле в стиле модерн на самом деле немного, Юрий. Кому только историю скажите? А еще интересен он тем, что здесь жил его хозяин, купец Грошиков, по совместительству, одно время являвшийся одним из руководителей города, начала 20 века, городской головой. И понятно, что для того, чтобы стать владельцем такого здания, нужно было занимать вот такие должности. Или где-то брать гроши. Да, или где-то гроши, когда заработал гроши для этого здания. Ну и еще мы расскажем о том, сколько стоили квартиры в этом здании, более ста лет тому назад. В супер-крутом месте для Гомеля. Сильные новости. Наш проект Гомель наизнанку. Поехали вместе с нами смотреть, чем интересен дом купца Грошкова. Аким был сам счастливый владелец одного из первых модерновых домов в Гомеле. Грошикова, влиятельный купеческий клан из ветки. Всего было четыре брата Грошиковых, и они являлись крупными по тем временам судовладельцами. Грошиковым принадлежал буксир деловой, пароходы непобедимы и решительны. И еще пароход с несколько странным для нынешнего восприятия названием – Ливер. Между веткой и Гомелем также исправно разводил пассажиров, принадлежавшим братьям пароход Прогресс. Сейчас сошь у ветки и хальча в сезон можно вброд перейти, а ранее тут ходили пароходы. Пойдем внутрь вместе со мной. Я ни разу здесь не была. Как-то узенько. О, какие высоченные потолки. Ну вот и все. Мы пришли. Кто такие Грошиковы? По семейной легенде, Грошиковы были в числе двенадцати первых семей старобрядцев, которые от религиозных гонений бежали из московского государства на территорию тогдашнего Великого княраства Литовского и, собственно говоря, основали город-ветку. Известно, что старобрядцы отличались высокой деловой активностью, занимались в том числе и сплавом леса по Сажу и Днепру в южные регионы Украины. И, кстати говоря, буквально в нескольких сот метрах от этого здания, несколько лет назад, работники Гомельского музея обнаружили буквально занесенное илом старинное речное судно, а именно барку, которая, что интересно, была собрана почти без единого гвоздя на деревянных болтах-нагелях. Ну и когда-то очень давно села на мель и была занесена речным илом. Так вот, Грошиковы, живя в эпоху модерна и построив вот этот дом в стиле модерн, тоже шли в ногу с современностью и уже вместо деревянных плотов гоняли по Сажу современные пароходы, которые, собственно говоря, и позволяли им на вырученные деньги заниматься таким домостроением. Киприян Грошиков смог шагнуть и за пределы местечка Ветка и закрепиться в уездном Гомеле. И не только в качестве крупного предпринимателя, но по совместительству стать еще и городским головой Гомеля. От дома до работы в городскую думу и управу, что находилось тогда в нынешнем здании фабрики Полиспечать, Киприяну было рукой подать. Но здание на миллионных грошиков построил не только для собственного проживания. Это был доходный дом, то есть большая его часть сдавалась в аренду. Жизнь в Гомеле дорога, почти такая же, как в Киеве. Писали авторы статистического обозрения город Гомель в 1911 году. Средняя стоимость аренды малой квартиры, таковой считалось жилье в 2-4 комнаты, составляла до 240 рублей в год. При этом надо понимать, что средняя зарплата была примерно 10-30 рублей в месяц. Съем средней квартиры до 6 комнат в Гомеле обходился в 600 рублей. Большой квартиры свыше 6 комнат в 1000 рублей. Очевидно, снимать жилье у Грошикова с видом на парк и речку могли также только весьма состоятельные люди. Фасадную часть дома вы все прекрасно видите, уже достаточно привыкли к ней, проходя там очень часто. Но если завернуть буквально за угол, то там открывается для гомельчан очень много интересного. Пойдемте, я вам сейчас покажу. Посмотрите, это колодец, двор колодец, которого в Гомеле очень и очень немного. Балкон, на который мы не можем забраться, к сожалению, или к счастью. И вот такое вот место, очень атмосферное и суперское для фотосессий. И это наш родной город. После революции 1917 года пароходы Грошиковых, прописанные к Ветковскому порту, были национализированы. Их судьба пока неизвестна, но непобедимы и решительны вполне могли пополнить и бригады Днепровской военной флотилии, стоявшей в Гомеле. В 1921 году флотилия была расформирована ввиду сочувствия ее матросам в восстанию в Кронштадте за вольные советы. Ну а дом Грошикова передали в городской жилищный фонд. Квартиры раздали рабочим и служащим. В годы Великой Отечественной войны здания разрушили, но восстановили в 1947 году. Интересная получилась мини-экскурсия. А что интересного здесь было еще, может быть, какое-то увеселительное заведение? Да, в 90-е годы здесь находилась известная кафе «Дружба», основанная беженцем из Афганистана. Вот такие вот необычные и удивительные места есть в нашем родном Гомеле. А стоит всего лишь зайти за угол. Это был проект «Гомель наизнанку» от сильных новостей. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте наши видео и изучайте родной и любимый Гомель.